всем привет с вами владимир лицов спасибо что подписаны на мой канал если кто не успел этого сделать скорее подписывайтесь потому что я здесь буду рассказывать много всего интересного о музыке о нотах ну и вообще жизни а сегодня поговорим про аккорды как их лучше выучить и быстрее переставлять вот мой метод сначала мы выучим гамму из аккордов до рами по соль оси затем к каждому из этих аккордов мы найдем антипод то есть к мажору в минор и наоборот смотрите что будет получаться первый аккорд до мажор до набираем мы этот аккорд с тонкой струны начинаем первый вот он до и шестую струну я глушу большим пальчиком играя это на сцене или в каком-то кураже скорее всего шестую сторону мы заденем и здесь вот лучше подстраховаться либо большой пальчик глушить либо безымянный тоже вот подушечкой касается шестой струны и у нас звучит всего пять нот следующий аккорд ре минор с первой струны первый пальчик указательный на первом фа ре мизинцем второй лад третьей струны и ре открытая здесь у нас играется четыре струны и большой палец также глушит шестую точно но для на самом деле если здесь и зазвучит то это не будет так страшно как будет страшно открытая мидо на этом аккорде следующий аккорд ми минор самый простой и удобный аккорд потому что нам понадобится всего два пальца которые друг под другом расположены на втором ладу да я беру на четвертой струне и на пятой какая вот коза получается следующий аккорд фа мажор здесь вот не обойдется без баре посмотрите средний палец на третью струну мизинец на четвертую беззменный на пятую баре следующий аккорд g соль соль мажор с первой струны начинаем 3 лад 3 лад 2 открытых струны дальше указательным второй лад и нижний звук соль средний палец едем дальше остается ли а минор первое открытое указательный палец держит 1 лад 2 струны безымянный второй лад средний второй лад и открытая пятая струна здесь также играется пять струн аккорд ля минор а м соответственно наша низкая нота должна быть именно ля шестую я также задемпфировал большим пальчиком глушим шестую струну пальцем мякотью чуть-чуть касаемся и следующий аккорд самый замысловатый си уменьшенный посмотрите как он выглядит си второй лад пятая струна четвертая струна 3 лад мизинцем 4 лад 3 струна и безымянный 3 лад 2 струна да такой смурного немножечко аккорд здесь всего четыре ноты звучат обязательно нам нужно закрыть шестую струну и первую иначе это будет ложечка хотя ничего не нравится что-то в этом есть да в общем играйте пока 4 1 закрытая шестая тоже не играется теперь к каждому аккорду мы рассмотрим его вторую половинку его если хотите родственника да мы все знают про мажор и минор вот это вот ситуация и будет сейчас у нас развиваться смотрите чем отличается мажор от минора в каждом из наших аккордов простых аккордов в трезвучьях три ноты до аккорды строятся через звук по терциям и вот вот средний звук возьмем аккорд до до ми соль и вот средний звук вот этот звук и будет отвечать за пол аккорда мажор имена или минора мальчика или девочка так вот в мажоре доме там большая терция а в миноре малая до ми бемоль вот у нас идут ноты до вот наша минута которая отвечает за пол аккорда с ней будут происходить метаморфозы если нам понадобится минор мы ее уменьшаем на пол тона понижаем на пол тона вот такой вот вид может быть он кому-то в этой позиции не совсем удобный но вы должны понять идею что всего лишь одной ноты у нас отличается мажор от минора и в этом аккорде мы конечно уже не можем брать открытую ми потому что она не аккордовая до минор как вариант можете сыграть до минор здесь вот та самая терция тот самый средний звук который у нас меняется как будет мажор так минор первая струна не играется все четыре струны второй вариант до минора был такой баре на третьем следующий ре минор его терция у нас расположена под указательным пальцем и чтобы получить мажор нам надо его увеличить то есть на полтончика подвинуть некоторые берут так ри минор но такой замысловатый способ в некоторых ситуациях может не подойти и я рекомендую все-таки пользоваться таким классическим вариантом где средний палец на втором ладу безымянный на третьем и указательный на втором ладу третьей струны вот такой смотрите что происходит с ми здесь вообще просто вот это вот так называемая форма ми она совсем удобна и очень хороша потому что мажор и минор мы регулируем указательным пальцем так минор так мажор так минор так мажор аккорд фа он на самом деле ничем не отличается от аккорда ми смотрите давайте мы подумаем если бы у нас у аккорда ми не было бы нулевого порожка что бы нам пришлось бы делать подставить указательный палец вот что это у нас за форма вот так вот по сути выглядит наш аккорд ми вот так вот выглядит аккорд фа то же самое и поэтому терция здесь также спокойно регулируется без пальца следующая ситуация аккорд соль вы можете его такой же форме взять здесь и также регулировать мажор и минор мажор минор мажор минор а можно соль аккорд форме соль нашу терцию сместить на полтона ниже себе мульда такой вариант многие побаиваются он выглядит да как-то не как раскоряк какая-то и используют такой ну я пользуюсь то так-то так-то это в зависимости от ситуации вторая его форма возможно здесь как фа минор только третьего лада аккорд ля минор здесь терция у него под указательным пальцем снова и также если мы захотим мажор нам нужно ее повысить на полтона то есть до станет до диезом вот такой будет ля если хотите можно одним пальцем просто три пальчика позволяют нам еще верхнюю струну ми задействовать иногда она нужна где-то можно и без него обойтись пожалуйста можете играть одним пальцем и тоже да подумайте что этот аккорд на самом-то деле выглядит вот так вот роль указательного пальца выполняет нам нулевой порожек если мы нам понадобится другой аккорд мы их эту форму просто по обезьяне можем сместить другую сторону бемоль раз а теперь вспомним про терцию лежащий у нас на второй струне си мажор семи нор семи нор семи нор вот и все дела собственно я даже проси аккорд вам уже все рассказал у нас был уменьшенный вот такой вот его вид мажорный вот его вид минулами и вот у вас под рукой сто тысяч миллионов песен ля мажор шестую не играем также глушу большим пальцем ну и си последний аккорд есть си минор баре на втором ладу без шестой струны и си мажор также баре на втором ладу следующий наш этап я предлагаю поиграть цепочки аккордов так называемые гармонии аккордовые последовательности которые на мой взгляд самые ходовые ну и естественно самые полезные это может быть как и русская музыка так и зарубежная вы найдете эти гармонии у всех буквально у всех от линкен парка до до дт чай фас плена и так далее поехали первое что я хочу предложить такая гармония первый аккорд ми минор следующий до дальше соль мажор и ре мажор не столько речь про правую руку сейчас пойдет до сколько про левую такой ритмический рисунок простой да и сразу в голове начинает играть что-то в духе д д т а на самом деле нет это брюс диккенсон смотрите да многие наверняка знают tears of the dragon на что тут нужно обратить внимание вы должны присоединять звеньями то есть 1 горца вторым так вот покрутить 2 встретим на 3 4 и немаловажно 4 с первым тоже про это многие забывают так вот соединяя аккорды вы должны как трансформер из одного аккорда сразу трансформироваться в другой то есть вы должны четко представлять как выглядит у вас следующий аккорд а то получается такое что люди взяв первый аккорд второй начинают собирать по каждому пальцу а 1 2 3 вот мой аккорд но так будет долго происходить вы сразу должны только подняв руки уже помнить да где вы до приземлить кто куда пойдет еще какая мулечка я всегда вижу связи аккорда в том смысле какие ноты одинаковые например соль мажор и ре у них одна нотка общая вот она ре посмотрите как гладко и слитно начинают звучать аккорды и рукой мы минимализировали движение с этими аккордами что еще следующее все то же самое только мы теперь перевернем гармонию все те же самые аккорды мы начнем с соль да тоже такое гармонии полно это вам и цой и не русские народные какие-то дела и все что угодно сюда я люблю играть ре мажор который сас но просасы чуть позже очень классная вещь что еще предлагаю сделать с этими аккордами поиграть с метрономом ставим метроном какой-то умеренный темп 60-70 здесь меня 66 стоит и играем целыми нотами то есть висим четыре счетных доли три четыре то есть четыре счетных доли висит аккорд наступает следующий обратите внимание как мы сменяем аккорды я поднимаю руки на 4 и словно набираю воздух как вокалисты перед фразой как мы перед каким-то долгим предложением разговорной речи получается что-то в этом духе можно такой соль мажор то есть на гитаре мы не можем сделать связку аккордов прям гладко гладко как могут сделать это пианисты потому что у них есть такая штука как педаль на педаль нажали аккорд звучит до следующего аккорда а здесь у нас все-таки надо перекинуть пальцы и ситуации где у нас прям совсем все плавно можно пересчитать по пальцам ля минор и до можно соединить плавно а ля минор и соль надо поднять все пальцы поэтому у нас там возникает микропауза и вот такое вот ее подснятие вполне нормальная вещь да пока я рассказывал про подснятие аккордов я уже на самом деле показал вам вторую гармонию это до мажор следующий аккорд ля минор следующий аккорд фа мажор и соль здесь можете по выбору либо сыграть в этой форме соль форме ми либо соль в такой форме соль вот гармония тоже очень много где встречается поэтому в хозяйстве сгодится и третья гармония уже будет ля минорная послушайте такой вариант ля минор фа ре и ми мажор очень тоже такая русская гармония последняя да на сегодня гармония четвертая тот же самый вариант можно только через до пойти на этом этапе не столько важна ваша правая рука и какой-то ритм здесь осознавать сколько вот переставлять аккорды чтобы это было плавно все нотки звучали не забываем что проверяем наш аккорд начиная с первой струны все звучит для этого должны пальчики быть да такие как арочка аркообразные часть если пальчики будут выпрямляться тогда такие вот покимыки вот ну и ставить пальцы конечно нужно ближе вот к этим железякам тогда будет все значительно проще если у вас совсем трудности с координацией пальчиков то есть они прям вот тяжело тяжело переставляются до приходится прям очень много усилий мозга тратить чтобы приказать им переместиться на другой аккорд поиграйте упражнение для левой руки там буквально немного упражнению 34 ссылочки я оставлю под видео и есть вот такая вот хорошенькая песня где всего вообще два аккорда это группа америка песня называется horse with no name смотрите что здесь происходит какие молодцы ребята всю песню умудрились сделать на двух аккордов первый ми минор и этот ми минор расползается средний палец идет на шестую струну а безымянный мне нам такой бой при приблизительно такой да два аккорда сколько музыки уже и вот следующим вашим шагом будет уже изучение системы кейджет это пять аккордовых форум про них я тоже рассказывал тоже будет ссылка которые позволят вам знать вообще все аккорды и строить и быстро находить в детстве мы с ребятами друг друга спрашивали а ты знаешь все аккорды ну конечно же я не знал все аккорды я думал что я их выучу нося с собой в кармане таблицу аккордов и однажды вроде как она у меня осядет в голове но почему-то она у меня не осаживалась пока мне наконец-то не рассказали про эту систему кейджет то есть это не фамилия не николас кейдж не джонни кейдж это название наших аккордовых форм форма си форма и форма джи форма и ми форма ре и снова через октаву форма все эти аккордовые формы мы на самом деле уже сыграли сегодня в этой гамме но в моем видео я детально раскладываю форму за формой на примере одного аккорда подписывайтесь на мой канал чекайте мои ссылки под видео учите аккорды занимайтесь и не злите гитарных духов а